ребята всем привет у киносвязи варю сыр и наверное единственное время когда я сейчас могу выкроить минутку чтобы записать видео закваска активизировалась полчаса закваска дониска ма-4001 брал в этот раз на здоровье также можно брать на сарабане на про сыре где угодно где дешевле там и берем полчаса активизировался в нашу фермент разведенный небольшом количестве теплой воды и тщательно перемешиваю название фермента выведу в титры потому что ты еще раз я рассказывал объяснял есть у меня ролики отдельные по сыроварению но все равно найдут те кто спросит поэтому лучше лишний раз еще раз рассказать погода с каждым днем все теплее и ну вот сегодня два дня у нас кстати пасмурно и сегодня дождик льет наверное поэтому я еще настроился на видео что обычно когда варю сыр внесу закваску выхожу во двор что-нибудь поделаю внесу фермент опять выхожу на час что-нибудь поделаю сгусток будет образовываться час и поэтому за это время можно поделать какие-то другие дела помимо сыра это все на заказ классический сыр будет помимо сыра у меня был большой заказ на сгущенку это вот остатки у меня остались 5 литров сгущенка у меня заказывали точнее 10 вот таких пол-литровых бутылочек ну объем-то пол-литра как бы но по весу здесь 600 не помню сколько 600 с чем-то грамм короче больше чем пол-литра пока сгущенки наварил пока какие-то другие дела да тоже надо уже управляться и пасхи и дома и во дворе и у бабушки во дворе и у нее там каждый день стирка за стиркой прихожу к ничего нибудь она включи машинку что-нибудь по улице поделаю опять захожу к ней включу машинку ну да ладно не про машинку дело многие наверное уже заждались от меня объяснение что за козу у меня мелькают то в телеграме то в дзене то на ютубе в коротких видео я притащил себе ну можно сказать целое стадо коз шесть голов я аж купил как говорит нежданно-негадно не запланировано ничего вообще не планировал повышать поголовье но как бы они вот дайте пришлись в пору плюс 2 козы и такого вот излишка молока все равно нет кос я купил у лена герасимова у той же самую который покупал ранее зимой и риску с конфетой когда у меня не хватало молока кону как и не хватало моих доли козы ушли в запуск и чтобы не терять клиентов мало ли сейчас они перебегут какой-нибудь там башки клавы с кумысли поляны да и ко мне больше не вернуться не так поступать нельзя над чтобы в хозяйстве молоко был всегда бесперебой особенно козье да это корове люди как могут подождать вперед переждать до погореть как у нас говорят без молока а козье молоко то дело такое его детям все берут детенка без молока не оставишь поэтому не тут так там купят а там купят приживутся и ко мне не вернуться повторяющий раз так вот купил у лены коз козы у лены практически все моего происхождения вот и риска это дочь козы который лена покупала у меня лет пять назад от эльзы конфета это ну тоже там как-то она наверняка от моих коз родственная а нет от ольги колдашовой ольги колдашовой кстати тоже шикарные козы она живет в вольском районе деревни куликовка тоже я знаю происхождение всех ее коз лена за породы не гонится не держится для лены главное литры ну и знаете у меня тоже как появились и риска и конфета они другого окраса меня спрашивают какой они породы я на тем ничего особо не отвечал потому что там в той или мере намешаны нубийская заанинская альпийская чешская да в больших или меньших процентах поэтому уточнять я не стал главное дает козы 44 с плюсом вот поэтому как бы скажем литры перевесили всех моих альпий к всех санго ни в коем случае я не отказываюсь от моих альпий к мои тоже вот сейчас окатились все по второму окоту все дает больше четырех литров кстати я хотел продать после окота кнопку кнопка сейчас 5 литров дает вообще такая интересная аккуратненькая козочка и 5 литров шпарит вообще откуда не только из нее берутся вот ну а тут с лены мы разговариваем она говорит я решила отказываться от коз потому что молоко она сдает в магазин соседнюю деревню а козье молоко вообще и коровье молоко она раньше развозила клиентам саратов с доставкой и получается коровье молоко она все реализует ну сдает остается клиенты только на козье и ей экономически невыгодно и ну логистически вот это необоснованно мотаться из-за козьего молока она приняла такое решение отказаться от коз ну она мне значит позвонила мы чуть с ней поговорили что она хочет продавать коз всем скопом в одни руки желательно ну я говорю давай софи предложим да ну софи тоже кто есть в канале лепешки на полях в дзене либо кто за мной следил тоже софи иногда у меня когда попадал живет соседнем селе софи там вроде бы согласилась но подумаю а еще наташа тоже нашей одной знакомой молочнице она предложила наташ тоже вроде захотела но знать и наташа и софи начали уже своих уговаривать в общем пока наташа софи мужиков своих уговаривали вечером лени пишу горну чоку девчата решили коз берут не берут она горит молчат ну я ей сразу на карту перевожу сумму денег которые она озвучивала вот курсовую козу куплю сегодня завтра приеду договорюсь с водителем приеду заберу ну вот поехал забрал в общем две дойные козы получается я их назвал уже по-своему потому что как бы как я говорю новое хозяйство новый дом новая жизнь новая кличка тоже соответственно в общем лещина это сестра и риски но годом младше стрелка это дочка и риски получается первокотка и 4 козочки астра это дочка стрелки слова это дочка и риски березка дочка конфеты и речка дочка лещины то есть вот 4 козы из ленинного хозяйства и 4 их дочки этого года тоже козлов лена хорошо подбирала все козлы которые у нее в хозяйстве работали на племя все матери по первому окоту показывали удое больше 5 литров то есть и козы хорошие удойные потому что я их уже даю получается я их привез 16 или 17 марта то есть две недели практически козы уже у меня в хозяйстве до первые несколько дня 45 они пострессовали удой избавили до или довольно мало сейчас прибавили и дают наравне с моими козами ну 4 литра стабильно каждая коза в день доит козочки еще выпаиваются молоком двум старшим три месяца это астра и слава которые цветные как лена сказала их поить только утром по пол-литра вот так я их и пою и две козочки им два месяца это получается речка и березка их я пою утром и вечером то есть на выпойку козлят у меня уходит 3 литра ежедневно лен сказал что можно и корове поить и козьим либо и смешанную вообще какой есть наличие темы поить я как бы пою козем у меня получается козы даются все новокотные дают хорошо козьим молока в достатке к тому же сейчас варю сыр из козьего молока тоже пополняю до запасы на будущее сепарируем тоже берут у меня в принципе вот только что буквально час назад у меня забрали козий творог козьи сливки делал тоже люди брали на торт у ребенка аллергия вот и испечь ребенку на день рождения торт либо где-то его заказать это целая проблема для родителей поэтому вот мне позвонили и попросили можно ли заказать сливки из козьего молока козье молоко также они берут но это как бы постоянно и родители сами на основе козьего молока козьих сливок делали сами торт вот ну в принципе наверное и сгущенку из козьего молока можно было бы им предложить возможен тоже для того же торта пригодилась бы но вот тем не менее видите продукция из козьего молока востребована и излишков этого козьего молока с пополнением двух коз у меня не стало к тому же я продал ириску вот когда я ее брал лена ее продавала по причине что коза с рогами и ну неудобно в стадии при групповом содержании иметь рогатую козу она притесняет обижает абсолютно всех коз вот даже просто из вредности она у лена была на цепи и у меня она сначала содержалась в отдельной клетке потом вот получается я купил у лена этих козлят на место и риски в клетку у меня поместилось поместились новые козлята и риска опять у меня переселилась в проход между загонами на цепь на продуктивности на ее это никак не сказывалось как она доела 4 литра так она их продолжал доить то есть коза шикарная я ее купил с удой на 4 литра в январе у нее был пиковый удой практически к пяти литрам она приближалась все на сене помните я даже ролик снимал что у меня люди в комментариях не верили что на сене коза способна и 4 литра ну естественно не на гольном сене вы прекрасно видели я тоже показывал что у меня козы вдоволь едят и зернофураж гранулированный и зерносмесь в достатке и поэтому продуктивность соответствующая выставил риску на продажу несколько дней на на вид постояла и в общем забрали ее соседи кстати наташи у которой я покупал инкубационное яйцо и бройлеров и индюков вот как говорится земля круглая сказал мы слесопильного поселка ягод я у наташ слесопильного брал инкубационное яйцо ты говоришь соседка моя ягод прям чуть выше ее следующий дом ну вот так что коза тоже можно сказать под приглядом оказалось ну и соответственно вот окатилась у меня зирка тоже четыре дня назад зирка уже получается под зиркой сейчас двое козлят и я зирки сегодня утром сдаил полтора литра то есть тоже уже в перспективе раздается я думаю к пяти литрам зирки на козлят у меня уже заказаны я поэтому и не особо не оповещают а так вот потому что ну как бы когда-то заказаны вот и обосновываю так сказать и покупку новых коз козочек я всех себе оставлять не буду и риски ну козочку славу я себе точно оставляю и конфетину дочку березку я себе точно оставляю но и знаете тоже чисто по причине что эти козы были у меня в хозяйстве дольше и соответственно я их считаю для себя более родными и козлята мне как-то к душе ближе вот ну даже если все козлят у меня останутся и доживут до кос продам позже дойными козами знаете часто говорят что хороших коз хороших коров не продают еще как продают вот ли она продала знаете надо только успеть урвать хороший товар чтобы чтобы потом не говорить что козы молодойные козы плохие продают не то продают не сел я сам сколько шикарных хороших коз продал только по причине что они не устраивали меня окрасом что и не были этими самыми сангоу и четырехлитровых и пятилитровых коз продавал каких только коз не продавал в принципе ни одного поганого козла у меня на эти какого-нибудь левого не про от непродуктивных родителей за все мое козоводство у меня не было и соответственно все дочери все козы рожденные у меня в хозяйстве были хорошими по удое да конечно были прецеденты когда говорит ну как бы я продавал коз который не из моего хозяйства которые первые в моем хозяйстве которых я когда-то где-то менял на стороне покупал да ну я их тоже продавал но я их продавал по цене соответствующей удою этой самой козы и соответственно как бы считаю что ни один продавец ни рубля мне за проданных мною коз не переплатил ну а там уже если как говорится вы не умеете продавать молоко если вы у вас нет спроса на молоко то и нифига этих коз покупать вот а так любая коза даже двух литров к она себя в принципе окупает и приносит ощутимый доход хозяйству по козам я думаю я все объяснил рассказал всем спасибо за внимание подписываемся на другие платформы вечно нас пугают закрытием этого youtube а я даже заикаться по этому поводу не хочу но на всякий случай все равно подписывайтесь на яндекс дзен на телеграм ну и заказывайте сыр и тушенку теперь еще и сгущенку отправляю по всей россии почтой доходит отлично без всяческих нареканий всем удачи